Многие компании-застройщики оказались в непростой ситуации в связи с экономическим кризисом в стране. Из-за нехватки финансирования затянулось и строительство новых объектов жилого комплекса «Изумрудная долина». Поэтому совещания по данному вопросу проводятся регулярно. На них представители инициативных групп напрямую могут задать вопросы застройщику. Такой диалог особенно важен в период экономического кризиса. Время такое кризисное. Сейчас нам без поддержки людей не вылезет. Если действительно коллеги наши согласовывают эту дорожную карту, растянутую в сроках, она отличается от того, что вы обещали раньше, и идут нам навстречу, мы должны с вами по каждому пункту встречаться. И там, где начнет семафорить, приходите в открытую и говорите, что мы немножко там съезжаем, но потом наверстаем за счет этого и этого. Вот только в таком режиме сейчас все эти процессы переходят в ручное управление. Особенно по строительной отрасли. От диалога с дольщиками директор компании Сергей Самохин не уклоняется. Помимо регулярных встреч с инициативными группами и предоставляемых им отчетов, компания пообещала размещать информацию о темпах строительства в средствах массовой информации и сетевых ресурсах. Однако на некоторых сайтах продолжает висеть старая информация. Как считает генеральный директор, из-за этого ухудшаются продажи. Я понимаю, что есть негативная ситуация, что да, мы там просрачиваем сроки, но мы как раз объясняли ситуацию экономическую, что продажи сейчас ухудшаются. И из-за того, что мы не прекратили этот негатив выкладывать на сайте и в форуме общения, то продажи у нас практически вообще сейчас остановились. И мы вынуждены сейчас выходить на внешнего инвестора, не рассчитывая на продажу. Андрей Иванов поручил обеспечить информационную поддержку процессу строительства. Кроме того, в ближайшие дни будет подана заявка на предоставление застройщику кредитной линии в банке. Свою поддержку готова оказать и инициативная группа. Если эта карта, то есть каждый вот этот срок, он будет сбываться и застройщик готов встречаться с нами, всячески отчитываться перед нами, да, там в том числе. То есть перед вами в первую очередь и, наверное, перед нами. Тогда, в принципе, да. Я думаю, что, наверное, цель у нас у всех одна, это чтобы дома наши были запостроены, ну и, соответственно, заселиться в ближайшем будущем. То есть если все это будет выполнено, то, конечно, окажем поддержку. Застройщик, в свою очередь, пообещал поддерживать диалог с инициативными группами и сосредоточиться на строительстве уже начатых объектов жилого комплекса, в том числе социально значимых. И только потом уже переходить к новым. Дарья Киреева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.